Главный долгострой итальянского автопрома, кроссовер Мазерати Грекаля, наконец готов. Премьеру младшего брата модели Леванты откладывали дважды, а с момента анонса до реального показа прошло больше двух лет. В чем вышла заминка? По официальной версии старт производства оттянул пресловутый дефицит микрочипов. Но также ходят слухи, будто боссы Мазерати пожелали выдать рынку полностью готовый автомобиль, без недоработок и неточностей. Итак, по габаритам новичок оказался заметно крупнее своего главного конкурента Порше Макана. Впрочем, размеры мало важны, ведь перед покупателем будет стоять другая задача выбрать между традиционно немецким и чисто итальянским дизайном. В плане стиля Грекалия, если что, это такой среднеземноморский ветер, получился безупречным. В образ SUV удачно вписаны и низкий капот, и овальная решетка, и другие фирменные приметы автомобилей Мазерати, включая фонари, стилизованные под оптику спорткара 3200 GT. Под оригинальным кузовом скрывается альфовская платформа Giorgio, но по желанию будущий владелец может заказать трехкамерные пневмостойки вместо обычных пружин. Это исключительная привилегия премиального кроссовера. Два базовых исполнения — это мягкие гибриды, построенные вокруг двухлитровой четверки. Они почти не отличаются ни по отдаче, ни по динамике, поэтому даже странно, почему нельзя было ограничиться одной модификацией. По давней традиции топовая версия именуется Trofeo. Ей полагается оригинальный кузовной обвес, который намекнет зевакам, что под капотом скрывается трехлитровый битурбомотор от суперкара MC20. Такой Грекаля лишен электрического довеска, зато имеет пневматическую подвеску и управляемый задний дифференциал. Мощи 500-сильного движка хватает, чтобы итальянец уверенно выезжал из 4 секунд при разгоне до сотни. Трансмиссии всех машин устроены по классической для кроссоверов схеме, с муфтой, что подключает колеса передней оси. При этом инженеры очень гордятся углепластиковым карданным валом. Коробка передач – совершенно обычная восьмиступка. Выпускать в Мазерате Грекаля будут на итальянском заводе концерна «Стелантис», где также делают соплатформенные «Альфы». Во втором полугодии начнутся продажи всех перечисленных версий, а на 2023 год запланировано появление электромобиля. Продолжение следует...